Итак, дорогие друзья, это сейчас не Ubuntu, это Debian 9. Значит, сейчас поймёте, я просто обожаю Linux, возможно всё. Я обожаю Ubuntu, просто я для себя решил, вот, а что такое в понятии Debian стабильность? Вы знаете, вот за неделю, как установил, кстати, обратите внимание, морда, морду я сделал, как Ubuntu 18.04, мне очень понравилось. Я только приводил под себя внешний вид, а так допиливать в Debian вообще ничего не пришлось. То есть, сразу несколько моментов, кто будет устанавливать Debian, то есть Ctrl-Alt-T, здесь терминал не будет работать. Поэтому, что надо сделать? Нажимаете настройки, ищите клавиатуру, далее проматываете вниз и нажимаете плюсик. Сначала нажали плюсик, сначала устанавливаете комбинацию клавиш, а потом уже приложение. Здесь оно называется Гномы Терминал. Я установил себе F12, и сейчас мне очень удобно F12. Второй маленький момент по установке Debian. Смотрите, как только установили, не обновляйтесь, пока не вставите репозитории. Потому что, как правило, здесь будет написано, может быть написано такое вот, сейчас, секунду, не то. Я сейчас вот это отменю. Типа, может быть написано CD-ROM, и вы нифига не обновите. Поэтому сразу заходите в интернет, как зашли, ищите репозитории DBA, и установите. Найдете сурж-лист, и тогда уже установите. Как установить? Очень просто. Здесь все прописывает сразу сурж-лист. Находится он по адресу. Смотрите, я открою. То есть, ads, дальше, apt, и вот тут находится сурж-лист. редактор, s, apt, вот, вставили, и тогда обновляетесь. Потому что здесь будет, говорю, стоять, может, CD-ROM, и он просто будет писать вам, вставьте диск. Следующий момент. Ребята, не ищите, потому что вижу, мучаются, а как в DBA изменить значки? Ребят, нажимаете control, и просто-напросто колесиком меняете, как хотите. За одну секунду ничего нигде прописывать не надо. Поняли, да? То есть, терминалом разобрались, с этим разобрались. Сразу, когда устанавливаешь DBA, там, ну, не очень хороший стол. Поэтому первое, что надо установить, это, кстати, Gnome Shell, да, он уже будет у вас установлен. Просто его вам надо будет найти в настройках меню. Поэтому устанавливайте сразу же DATCH TO DOC. Настраивайте, и у вас появляется панель, как в Ubuntu, да, привыкли. Если в настройках кто-то перешел только с винды, да, Ну, я так просто говорю, а так, мне это не очень нравится в расширениях. Тогда поставите... Сейчас, секунду. Dash TO DOC Dash TO PANEL Это, грубо говоря, эта панель, она делает, как в Windows, вот эти все значки и вот эти перенечет вверх или вниз. Ну, это кому как нравится, да? Да, грубо говоря, поставили панель. Какие программы я для себя установил? Активитис конфигуратор. Здесь много разных вещей. Можно выбрать иконки и все и все прочее, да? То есть много-много настроек. Дальше... Дальше... Ну, это... Вообще набираете... Учие решения Гнома 3. Вы найдете. Просто я на некоторые обращу внимание, такие вот популярные. Значит, кафа вот это, да? То есть, чтобы экран не газ. Дальше. Клип... Буард индикатор, то есть с буфером обмена запоминает. Dash TO DOC мы рассмотрели вот эту панель. Далее. Flippy Moly Clock. Она чисто эстетично с центра переносит часы вправо. Гномы меню. Ну, такое вот приятненькое меню. То есть, с разными вещами. Ну, обычное меню, да? Это... Кто любит анимацию... Просто-напросто можно ускорить анимацию, закрытие окон. Вот это хорошее приложение, оно нигде не видно, но просто-напросто каждое расширение запускает в отдельном процессе. Панель OSD. Грубо говоря, вы с центра можете перенести сообщение. Вот я перенес вот сюда справа, да? Ну, это как вам удобно. Плаг статус индикатор. Это... Папки, да, основные. Рамовабл драйв меню, диск. Когда вставите диск съемный, будет вот здесь менюшка. Ну, скриншот кому надо. Саунд, импут. Грубо говоря, вот здесь все по аудио. Суспенд баттон. Кнопка появляется в сон. Теперь, ребята... О, сейчас пока. Тодолист, понятно, да? То есть, быстрые заметки делать. Кому нравится Unity, чтобы перенести вот эти кнопки в самый верх. Так, не помню, что это за расширение уже. Windows List. Сейчас я его включу, был, отключил. Появляется внизу еще, кроме того, открытые окна. И здесь надо настроить. Грубо говоря, лучше поставить группировать. Тогда открыли несколько вкладок, они будут вот тут в одной Firefox, допустим. Ну и так далее. Дальше наставить, чего хотите. Так, дай бог памяти. Еще один важный момент. Вот важный момент. Когда сделаете, что компьютер будет уходить в сон, чтобы не запрашивал пароль, ставите редактор D.com, потом переходите Орг, Гном и Дескоп, открываете Локдаван. И вот здесь запретить блокировку экрана. Ставите истину, да? Чтобы у вас пароль не запрашивало, не блокировало экран. Потому что я долго искал, оказалось все проще. Кроме того, вот здесь, обратите внимание, в настройках конфиденциальность. Вот тут есть блокировка экрана тоже, имейте в виду. Настройки такие же, как когда-то были раньше в Ubuntu. То есть, посмотрите, ну, ничего такого сверхъестественного. В общем, ребят, офигенно. Вы знаете, я и Ubuntu обожаю, но говорю, я взял Dibian. Дай-ка, я думаю, попробую, что такое стабильное. За неделю ни одного глюка. Все комбинации клавиш работают корректно. Я и программы запускал, и все. Ну, в общем, отлично. Отлично все. Так, еще маленький момент. Ну, какие я программы для себя использовал? Наверное, как и у всех. Почтовый клиент. Дальше, PyCharm. Идея. Android Studio. Medit. Мне очень нравится этот маленький редактор. Сейчас я... А. Маленький. Выбор папок. Такой. Дальше. Double Commander. Ну, K-Path. Virtual Box. Ну, такое основное. Ну, еще куча всего здесь есть. Меньше, больше использую. Здесь вот такие основные. В общем-то, вы видите, да, я привел к виду Ubuntu 18.04. Все очень удобно. Очень удобно. Очень классно. Все отлично работает. Поэтому... Вот для меня лично, какая разница? Вообще, я всегда рекомендую, конечно же. Вот я начинал когда-то с Ubuntu... Уже даже забыл название. В общем, с мыши. У кого ж там у Ubuntu крысиная морда? А, к Subuntu. Самое простое начать. Кстати, у Dibian тоже можно установить к Subuntu рабочий стол по умолчанию. Сейчас у меня Gnome. То есть, там при установке есть выборка столов рабочих, которые установить. Потом я взял Ubuntu. По Ubuntu очень много информации, любой вопрос. По Dibian меньше. Но практически все подходит и как у Dibian в Ubuntu. Ну, разницы практически нет. Единственное, у Dibian, в принципе, они не используют тестовые репозитории, только стабильные. И я не стал использовать только стабильные репозитории. Зато ничего не надо было допиливать. Говорю, единственное, чем я занимался, это настройкой внешнего вида по себя. Да, забыл про классную программу MyTetra. Ребят, это очень классная программа. Вы просто набираете MyTetra. MyTetra. И в чем ее особенность? Здесь очень удобно добавлять запись. То есть, и сбоку рубрики, и здесь добавлять удобно, сколько хочешь. То есть, архи удобно, куча разных, вот этих, хороший редактор. В общем, очень классно. Теперь, ну, вот такой основной рассказал, в принципе, для участников школы. И кому-то будет интересно, если, да. Ну, я не ощутил именно разницы по работе практически с Ubuntu. Я говорю, я обожаю Linus, мне нравится Ubuntu, но я просто захотелось мне вот Debian посмотреть. И, в принципе, мне очень-очень понравилось. Поэтому, ну, вот так. То есть, потому что я... Почему я это показал в видео? Когда Debian сразу ставишь, то здесь вот это меню выплывающее. Ну, в общем, все очень неудобно. А когда, допустим, поставил Gnome, поставил, как я сказал, панель. Ну, все уже знают, да, что док, да. То, в принципе, все сразу меняется. Совсем уже удобно становится. Классно, 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 ребята. Люблю Linux, на нем можно все. Все. То есть, система, которая можно дописать, доделать. В общем, это супер. Ну, что ж. Ну, так вот. Спасибо.